Дело было весной. История Мариши. Мне 24. Могу похвастаться, что к своим годам имею неплохую карьеру, материальный статус и вполне, как мне кажется, разумную жизненную позицию. Но из всего того множества мужчин, которое всегда было вокруг меня, мне почему-то не удавалось найти единственного. И вот тут, на горизонте, появился он. Дело было весной. Нужно ли говорить, что все было по сценарию лучших бестеллеров женских романов. Ему 31. Нежный, умный, заботливый. Мы как будто слились друг с другом. Не было сомнений ни на минуту, что это моя вторая половина. Это он. Хотя и стоит признать, что, будучи весьма рассудительной и осторожной особой, влюбилась я не сразу. Так как по собственному опыту знаю, что в пучину, страсте и с головой, это не всегда хорошо. А главное, как правило, никогда не заканчивается успешно. Чувства пришли осознанно, со временем. Поначалу мне было с ним просто удивительно хорошо и легко. Причем, как я понимаю, уже сейчас, оглядываясь на свои отношения, влюбилась по собственному желанию. Ему особо и стараться не пришлось. Так как на тот период я долгое время была одна и, как мне казалось, была готова к серьезным отношениям. Я их ждала. У каждого бывает период, когда ощущаешь себя настолько счастливым, что от осознания собственного счастья делается дурно. Да, у нас все начиналось именно так. Красиво, трогательно, многообещающе. Спустя два месяца безоблачных отношений, признаний, прогулок под луной, что-то пошло наперекосяк. Сначала были какие-то недомолвки с моей стороны. Пыталась замнять, скрыть недовольство, семью на раздражение. Как я сейчас понимаю, предпосылки к размолвке шли и шли один за другим уже тогда. Вот только мы как-то странно не замечали их. Или делали вид. Несмотря на то, что спустя месяц после знакомства он признался мне в любви и предложил выйти за него замуж, мы достаточно откровенно пару раз говорили на тему того, что ему нелегко даются отношения. Я пыталась спокойно все взвесить и выяснить причину. Но как же тяжело нам это давалось. Все разговоры сводились к следующему. Знаешь, я вроде хочу семью и ту самую серьезность, но мне сложно в одночасье перейти на серьезные рельсы. Не могу расстаться с привычным жизненным укладом. Для меня на тот момент слышать такое было, по меньшей мере, странно. Я всегда считала, что если любишь человека, любишь всем сердцем, то вопросы жизненного уклада и собственного эгоизма должны отходить на второй план. Но тогда я старалась не торопить события, не напрягать его и просто жить, наслаждаться общением, любить. Но спустя еще два месяца все стало совсем уж сложным. И мы оба понимали это. Он резко стал урезать наше общение. Мы реже встречались, чаще общались по телефону. Он стал отдаляться, уйму времени проводить с друзьями. И в какие-то моменты я почти кожей чувствовала, что напрягаю его, как тяжелая ноша, которую он на себя взвалил. Мы пытались разговаривать. Он отмахивался, говорил, что любит, но для него все стало слишком сложно, хотя я это понимала и без слух. Я понимала, что он стал заложником собственных чувств и данных обещаний. Надо ли говорить, что было очень тяжело сидеть и смотреть, как все рушится. Я чувствовала, что задыхаюсь от беспомощности перед ситуацией. Но у всего, как и у любой заданной программы, есть свое логическое завершение. Финал. И нас он тоже настиг спустя месяц молчания, недопонимания и взаимного тяготения. До 2-3 дня до расставания у нас состоялся разговор, где он заявил, что дело в нем, и что он не понимает, что с нами происходит. Сказал, что лучше меня он вряд ли встретит, и что я кладезь для любого мужчины. Признался в том, что так, как меня, он никогда никого не любил, и уверен, что будет любить меня одну всегда. Потом были еще три долгих дня простого бытового общения, а затем он пропал. С того дня и по сей день он погрузил меня в полнейшую тишину и неведение. Безо всяких объяснений, слез, истерик и прочего мы просто перестали созваниваться. Тогда казалось, что жизнь кончилась, все рухнуло в одночасье, страшное ощущение пустоты и неведения. Конечно, у меня была любимая работа, семья, друзья. Но все это не то по сравнению с тем чувством пустоты и горечи, которые я испытывал. Спустя четыре дня неведения и обоюдного умолчания, я все-таки решил опрояснить ситуацию, отправив смс с прямым вопросом. Правильно ли я поняла, что это конец? Но ответа я так и не получил. О боже, это было еще хуже. Снова тишина и неведение. А главное, разум отказывался верить в то, что это происходит со мной. В такие моменты пресловутая логика улетучивается и предательски захлестывают эмоции. Прожив в невротическом состоянии еще две недели, я решилась на звонок. Дор. Он поднял трубку, и мы мило справились, как каждый из нас поживает. И после этого не было ничего. Поняв, что я плавно подвожу к разговору на главную тему, он также плавно, сославшись на занятость, сказал, что перезвонил. И... Опять тишина на полмесяца. Все это время я не жила, я существовала. Пыталась бороться с собой, снова и снова анализируя ситуацию. Пыталась ответить на вопросы, которые сама же себе и задавала. Любил ли он меня? Был ли он искренен? А что все-таки в действительности послужило поводом разрыва? Вот он, хоровод вопросов, теснившихся в моей голове. Но с чего я взяла, что у него есть ответы на мои вопросы? Судя по всему, он просто решил уйти от пугающих его сложностей. Так как, если бы у него были ответы, он бы, как взрослый мужчина, поборолся с самим собой и попытался ответить мне. Окончательно устав от вопросов и недосказанности, я решила, что прошло достаточно времени, и я должна сделать последнюю попытку к разговору. Для себя, не для него. Мне нужно было успокоиться. Но каково было мое удивление, когда он не поднял трубку. В голове все разом прояснилось. Все мгновенно разложилось по полочкам. Это был конец. Конец всему. Я поняла, что все закончилось давно, только я продолжала бегать по кругу по инерции. Мне потребовалось два с половиной месяца бесконечных самоистязаний и нервных срывов, дабы понять, что он давно определился, хоть и ведет себя как-то не по-мужски. Все это время я лишь стучалась в закрытую дверь. Сейчас, когда у меня все предельно просто разложилось по полочкам, я решил, буду жить дальше. Конечно, будет неправдой сказать, что я его разлюбил. Нет, я его все еще люблю. Очень. Но другого выхода, кроме как запретить себе думать о нем и о ситуации в целом, я не вижу. Наконец-то логика взяла верх. Господь, не дай мне усомниться в себе и дай сил жить дальше без него. Сейчас, пережив самое страшное, я заметил, что чем дальше я отдаляюсь от момента нашей последней встречи, тем реже в памяти всплывают нежные и трогательные моменты нашего совместного существования. Со временем притупляются чувства брошенности и обиды. Я все больше убеждаюсь, что ценнее всего – это собственный опыт, как бы тяжело и болезненно, он не достался. В силу чего каждый из нас считает свою историю расставания самой-самой, из ряда вон трагичной. Наверное, это разом говорят все уязвленные чувства. Было так и у меня. Но теперь на собственном опыте я понимаю, что пережить можно все. Жизнь прекрасна и непредсказуема. И раз нам посылаются такие переживания и преграды, то уверена, все это неспроста. Верю, все, что не делается, к лучшему. Я упорно помню только все самое хорошее. Следовательно, из всего случившегося я выношу не только печальный опыт, который, не учесть будущим, будет невозможным, но и позитив. Еще я поняла, что любить и сохранять это самое прекрасное чувство к человеку можно и нужно, даже после того, как отношения канули в лет. Пережить расставания помогли отнюдь не беседы с психологами, не чтение определенного рода литературы и не бесконечные самоистязания. Мне помогла любовь, долгая работа над собой и еще поход в храм. Придя в церковь, я попала одновременно на два венчания. Обе пары были очень красивы, как и сама церемония. Я простояла там почти до конца. И потом еще около часа стояла возле иконы. Слезы текли по щекам, остановить их было невозможно. У меня тогда что-то перевернулось сознание. Уходя из храма, я поняла, что, увы, бывают ситуации, которые нам не подвластны, и в которых единственное утешение и свет для нас — смирение. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу. И мудрость отличить одно от другого. По скрипту. В результате всей этой истории я открыла себя заново. Поняла, чего я стою в этой жизни. Открыла в себе новые грани и таланты. И это здорово. Недавно я сменила работу, причем перемены действительно кардинальны. А еще я, похоже, окончательно пережила расставание с любимым. В какой-то момент я поняла, что вся ситуация потеряла для меня свою красочность и актуальность. И мне остались только воспоминания. Грустные, но мои. И уже ничто, связанное с бывшим любимым, не может выбить меня из седла. Сделала очень важное открытие. Истинная любовь не умирает. Любовь – это то чувство, которое можно и нужно хранить, холить или леять. Даже после расставания. Весь вопрос в том, чтобы найти применение, то есть форму этой любви, в чем-то ином. Я поняла, что пережив это, через страдания, слезы и боль, я все же вынесла для себя определенного рода позитивный момент. Я теперь имею совершенно четкое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо в отношениях. И, конечно же, не могу не отметить мой приход в церковь. Я счастлива, что открыла для себя ту благодать и ни с чем не сравнимое спокойствие души, которое я обретаю, приходя в храм. Всем удачи и любви. Мариша, 24 года.